Быть полноценным рупором проблем, волнующих общественность. Такова установка работы обновленной общественной палаты. В последние годы этот орган был малопубличным и закрытым для СМИ. Теперь все будет иначе, заверяет журналистов руководство палаты. Общественная палата Алтайского края имеет право и обязана иметь мнение и позицию на различные законопроекты, на различные инициативы исполнительной власти. И мое глубокое убеждение, они не всегда будут совпадать на 100%, потому что так невозможно, потому что за нами стоит общественная организация, общество и они не всегда совпадают. В составе палаты 8 комиссий введений самые разные вопросы от экономики и политики до экологии и туризма. Приоритет заверяют общественники, конечно, злободневным проблемам. К примеру, на особом контроле будет вопрос сохранения зеленых зон, как на уровне скверов и парков, так и целых лесов. И в этой части мы же понимаем, что это не только парки, зеленое насаждение городов. Это и территория, находящаяся рядом с большими населенными пунктами. У нас, как Юрий Вильямович сказал, у нас Расказиха. Это зеленая зона города Барнаул. То есть мы не только о том, чтобы говорить о лесах и парках внутри их городов и поселения. В качестве примера скандальные вырубки Барнаульского ленточного бора под жилую застройку. По мнению общественников, законодательство в этом вопросе нуждается в глобальной корректировке. Уже последовала реакция на одну из самых резонансных тем последних дней – драку на старом базаре, в ходе которой погиб человек. Общественники подчеркнули, за ситуацией следим, но ловить хайп на этом не намерены. Намерены отвечать на вызовы времени. Так, пандемия поставила целый ряд вопросов – цифровизация образования, защита прав сотрудников на удаленке, возобновление плановой медпомощи. По последней проблеме сообщили члены палаты – количество обращений от граждан зашкаливает. Вопросы обещают не просто обсуждать, но и позитивно влиять на их разрешение. По ряду тем, первые круглые столы пройдут в начале осени. Седьмой созыв общественной палаты края продлится до 2023 года. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком.